Больше трёхсот спортсменов из пяти федеральных округов. В Рязань на всероссийские соревнования под зюдо приехали лучшие из лучших. 18 команд, мальчики и девочки до 13 лет. В ближайшие два дня ребят ждут жёсткие баталии. Как сказал совместитель министра спорта региона Игорь Мишин, в гостеприимстве рязанцам не откажешь, но только вне татами. Всем участникам желаю красивых, ярких, волевых побед, достойных представлений в свою федеральную область и, конечно же, удачи. А вот те самые спортсмены, которым эти самые победы предстоит одержать. На трибуне дзюдоисты из Уральского федерального округа Матвей, Иван и Александр. Каждый прошёл комплексный отбор, выиграл турниры как муниципальные, так и федерального округа. Теперь главные испытания. Конечно, в финал всё-таки волнуемся. Каждый человек должен сначала высыпаться, а потом он должен готовиться. Сначала должен это всё пройти, привыкнуть. Вот тогда он не будет волноваться. Команда из Уральского федерального округа – это 20 человек. Парни и девушки до 13 лет. У каждого оранжевый пояс, четвёртый кью. У нас был сбор, почти 11 дней ребята готовились. Готовились плодотворно с командой тренеров у нас, по ката, по спортивному дзюдо. Готовились специально к этим соревнованиям. Хорошую работу провели. Всего на всероссийских соревнованиях 18 команд – мальчики и девочки до 13 лет. Несмотря на возраст спортсменов, говорят федерации, накал страстей будет нешуточным. Уровень, конечно, хороший, потому что здесь собраны ребята, лучшие ребята со всех федеральных округов нашей страны. Поэтому борьба очень жаркая, накал страстей тоже очень серьёзный. Это действительно первенство страны. Ребята, которые побеждают здесь, имеют шанс дальше выступать на более крупных соревнованиях. Победителям не только кубки и грамоты. Часть ребят сменят свой пояс на зелёный и получат новый спортивный разряд. Плюс путёвки в Артек и Океан, где они будут как отдыхать, так и тренироваться. Соревнований впереди ещё много. Это только один из этапов на пути в мировой спорт. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.